Полноценный сон очень важен маленькому ребенку. Именно поэтому новорожденные детки спят очень продолжительное время, прекрасно совмещая сон и сосание груди. Со временем продолжительность дневного сна у них постепенно снижается, ведь ребенку необходимо успеть столько всего изучить. Но бывают ситуации, когда месячный ребенок не спит целый день. Почему же так происходит? Не опасно ли это для Крухи? И как обеспечить малышу здоровый сон? Постараемся разобраться во всем порядку. Во сне новорожденный малыш первых месяцев жизни проводит большую часть своего времени. Конечно же, сон у них не такой, как у деток постарше. Организм маленького человека еще не понимает, какое время суток на улице. Поэтому груднички могут весь день спать, зато ночью несколько часов подряд бодрствовать. Первые месяцы жизни младенец способен не спать ни более одного часа подряд. При этом большую часть этого времени он тратит на кормление. У многих мам день состоит из сплошных кормлений и укладываний Крухи спать. Этот период быстро проходит, но пока нужно набраться терпения. Младенец способен уснуть в любых условиях, несмотря на возможный шум или яркий свет в комнате. Но так же быстро он может и проснуться. Это связано с тем, что сейчас у него еще нет той фазы глубокого сна, которая присуща взрослому человеку. Для ребенка до одного года является нормальным не спать всю ночь подряд. Обычно детки просыпаются, чтобы покушать и сразу же засыпают вновь. Но так бывает не у всех и не всегда, ведь каждый человек, пусть даже такой маленький, индивидуален. Незрелая нервная система не позволяет спать строго по графику. Ритмы ребенка постоянно меняются, сбиваются, и режим обычно очень хаотичный. Для налаживания режима дня ребенку важно обеспечить мягкий уход. Комната, в которой вы собираетесь укладывать ребенка спать, должна быть хорошо проветрена, и в ней не должно быть жарко. Оптимальная температура в помещении 20-22 градуса. Если в вашей квартире слишком жарко, то обязательно проветрите, прежде чем укладывать кроху спать. В первые месяцы жизни детки еще не реагируют на шум, но все же старайтесь избегать резких звуков, они способны не только разбудить, но и напугать грудничка. Еще один важный вопрос – где уложить малыша? Проще всего и для вас, и для ребенка, если малыш будет спать рядом с вами. Большая супружеская кровать или детская кроватка, придвинутая к родительской, станут хорошим решением проблемы вашего высыпания и кормления ребенка ночью. Важно, когда ребенок в один месяц плохо спит, вам важно высыпаться ночью, ведь днем ребенок будет целиком на вашем попечении. Не один месяц может пройти после рождения, пока ваш крох адаптируется к новой жизни. Поэтому так важно, чтобы его сон был полноценным и позволял ему в полной мере восстановить свои силы для дальнейших открытий. Почему ребенку месяц, а он плохо спит и плачет? Этот вопрос тревожит многих молодых родителей. Если и вас можно отнести к их числу, постарайтесь разобраться в причинах такого состояния. Возможно, малыш днем спит недостаточно и часто просыпается. Так он в течение дня может слишком устать и к моменту ночного сна окажется слишком перевозбужденным. Это достаточно частая причина плохого детского сна. Качественный сон возможен только тогда, когда все потребности грудничка удовлетворены. Если он голоден, ему жарко или холодно, его подгузник нужно сменить и так далее, то неудивительно, что кроха не может уснуть и капризничает. Повлиять на сон может качество воздуха в квартире. Здесь может быть душно, пыльно или слишком сухо. Иногда бывает достаточно обычного проветривания, чтобы ребенок быстро и крепко уснул. Иногда причина отсутствия сна связана с индивидуальными особенностями детского организма. Если ребенок в период бодрствования чувствует себя хорошо, играет, не капризничает, то, вероятно, причина именно в этом. Если ребенок в месяц стал плохо спать, то начинать нужно с общей оценки здоровья ребенка. Если малыш хорошо кушает и прибавляет весе, он в хорошем расположении духа, то повода для волнения нет. А вот заняться налаживанием сна необходимо. Кроме того, стоит обратить внимание на то, как кроха спит. Если во сне он часто вздрагивает, беспокойно крутится или даже вы заметили судороги, то стоит показать его невропатологу, который сможет разобраться в ситуации и при необходимости назначить лечение. И несколько советов о том, что делать, если ребенок в месяц плохо спит. Многим грудничкам помогает теплая ванна перед сном, которое их расслабляет, но есть и такие детки, которых эта процедура, наоборот, бодрит. Понаблюдайте за крохой, если он именно такой, то тогда стоит перенести купание на первую половину дня. Купать ребенка стоит в маленькой ванночке специальным способом, позволяющим расслабить грудничка и помочь сбросить все накопленное напряжение. Существует категория деток, которым уснуть помогает легкое пеленание. Это связано с тем, что у новорожденных движения рук бывают спонтанными, таким образом он способен сам себя разбудить. Хотя некоторые дети, наоборот, не могут уснуть в пеленке и засыпают только тогда, когда им удается освободить свои ручки. Самым лучшим, можно сказать, универсальным средством является прикладывание груди. Совершая сосательные движения, малыш быстро успокаивается и засыпает. Некоторым малышам уснуть помогает укачивание. В период внутриутробной жизни он привык засыпать под монотонные мамины движения. После рождения эта привычка у деток остается. Это не обязательно делать на руках, можно воспользоваться коляской, колыбелькой или кроваткой-маятником. Если же ваш грудничок легко засыпает и без укачивания, то не стоит его к этому приучать. Если ребенок в течение дня сильно взбудился, к примеру, после похода в клинику или прихода к гостей, то не ждите, что он быстро уснет. Помогите ему, приглушите свет, поносите его на руках, спойте тихую колыбельную или просто поговорите с ним легко, прижимая к себе. И берегите себя от стрессов. Ведь доказано, что ребенок улавливает психологическое состояние мамы и может переживать вместе с ней. Продолжение следует...